Среди множества армянских мифов, нацеленных на сокрытие их собственных преступлений против человечности задолго до, во время и в первые годы после Первой мировой войны, а также направленных на культивацию и укоренение в сознании мировой общественности образа невинной жертвы, имеется еще один, о котором мало кто знает. Когда армянским сказочникам говоришь, что термин «геноцид», впервые введенный в оборот польским юристом еврейского происхождения Рафаэлем Лемкиным в годы Второй мировой войны и принятый Генассамблеей ООН в 1948 году вместе с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, не существовал во время армяно-турецкой резни в годы Первой мировой войны, и, следовательно, его ретроспективное использование неправомерно и антинаучно. Многие из них приводят ссылку на слова Лемкина о том, что, дескать, он якобы заинтересовался геноцидом только потому, что это произошло с армянами, после чего Гитлер совершил аналогичное преступление против евреев. Да, действительно, по интернету гуляет видео выступления Лемкина на канале CBS в 1949 году, в котором тот произносит эти слова и которым армяне обосновывают свой аргумент о том, что якобы именно трагедия армян заставила его задуматься и изобрести этот термин. Однако сказать «часть правды и скрыть другую» не означает быть до конца честным. Израильский политолог, выпускник Гарварда, докторант университета Юта Таль-Буэнос, досконально изучил рукописи Рафаэля Лемкина в отделе рукописей и архивов общественной библиотеки Нью-Йорка, и был шокирован своим собственным открытием о том, что навыковывание термина «геноцид» Лемкин вдохновил вовсе не один единственный пример армян в годы Первой мировой войны, а десятки других случаев. В частности, среди огромной массы бумаг в его личном архиве была найдена рукопись, написанная в 1950-е годы, но так и не опубликованные книги «Введение в изучение геноцида», в которой он обозначил, внимание, 62 примера геноцидов, начиная с древних веков, продолжаясь средними веками и заканчивая новым временем. В списке из 41 примера геноцидов, относящихся к новой истории, трагедия армян числится за номером, держитесь за стул, 39. В девятом же идет «геноцид греков против турок». 100 страниц посвящены геноциду в бельгийском Конго и 98 страниц геноциду против американских индейцев. Кстати, как обстоят дела с международным признанием этих геноцидов? Не намечаются ли отдельные выступления Папы Римского и резолюция Европарламента по этим случаям геноцида, отмеченным, между прочим, самим отцом термина «геноцид»? Таль Буэнос в своей статье пишет, что это вовсе не предполагает, что все отмеченные Лемкиным случаи составляли геноцид. Во всяком случае, как пишет он, статья 2 Конвенции ООН определяет геноцид именно как намерение уничтожить, а не как намерение защитить страну от мятежа или урегулировать политические разногласия. Более того, в опубликованной в 1944 издательством Carnegie Endowment for International Peace книге Ремкина под названием «Axis Rule in Occupied Europe», в которой впервые было использовано слово «геноцид», приводится ряд примеров геноцида из прошлой истории, но вот ведь беда какая – об армянах в ней не говорится ни слова. Буэнос возмущен тем, как армянские пропагандисты, вовсю склоняющие имя Лемкина в своих целях, ни слова не говорят об упомянутых в книге примерах геноцида. Да и вряд ли расскажут эти хитрецы своей наивной аудитории, что на тот же вопрос о том, когда он заинтересовался вопросом геноцида, Лемкин в ходе его кампании в Италии в пользу ратификации Конвенции и ответил совсем иначе, чем на канале CBS. «Когда я в детские годы, будучи польским школьником, прочел книгу Сенкевича «Кво Вадис» об уничтожении римскими императорами ранних христиан, я спросил маму, почему христиане не звонили в полицию. Она ответила, что полиция не могла помочь, так как Неро был на арене. Она дала мне почитать книги о геноцидах в Карфагении во время монгольского нашествия. Я настолько заинтересовался этой проблемой, что, будучи еще мальчиком, поклялся стать юристом и создать закон, который предотвратил бы подобные акты. Как пиво бывает безалкогольным, так и данное выступление Лемкина оказалось безармянским. Как видим, склонение имени Рафаэля Лемкина в сугубо выборочном контексте с умалчиванием всего остального, о чем он говорил и писал, является частью армянской политической пропаганды. Как отмечает Буэнос, несмотря на тиражируемые в интернете цитату и видеокадры выступления Лемкина на канале CBS, он совершенно не выделял для армян некоего особого места в контексте изобретения им термина «геноцид». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова